Состояние дел в стационарных учреждениях социального обслуживания Свердловской области, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами, пожилых людей и инвалидов, находится под личным контролем губернатора Евгения Куйвышева. Глава региона лично проинспектировал Нижнетагильский пансионат для престарелых и инвалидов. Напомним, по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, все губернаторы держат на особом контроле состояние дел в спецучреждениях, в частности, выполнение требований безопасности. Экскурсию по пансионату губернатору провел директор учреждения, почетный работник социальной защиты населения Российской Федерации Николай Пушкарев. По его словам, на сегодня в пансионате находится более 400 человек. Функционирует отделение милосердия, отделение общего типа, психоневрологический стационар. В ходе экскурсии губернатор осмотрел кабинеты массажа, водных процедур, лечебной физкультуры, отделение парафинолечения, отметив, что в пансионате работает хорошее медоборудование и грамотный персонал. Кроме того, Евгений Куйвышев осмотрел жилье для персонала, которое прилегает прямо к пансионату. Напомним, в Свердловской области действует 12 психоневрологических интернатов, где проживает 3920 человек. Ни в одном из них нет деревянных, ветхих и аварийных жилых строений. По данным Минсоцполитики региона, очередность Свердловские дома-интернаты с 2010 года сократилась в семь раз – с 434 до 61 человека, что составляет 0,3% от общероссийского показателя. На территории Артёмовского городского округа с деятельностью комплексного центра социального обслуживания населения Артёмовского района. Все желающие могут, непосредственно обратившись в данное учреждение. Но, тем не менее, сам центр старается привлечь внимание граждан, нуждающихся в помощи. Так, праздничное мероприятие, организованное комплексным центром и посвященное Дню улицы, названное в честь Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной, на которой, собственно, и расположен центр, стало прекрасной возможностью познакомить жителей города со всем спектром услуг данного учреждения. В рамках мероприятия гостям был открыт социальный пункт проката, где они могли ознакомиться с техническими средствами реабилитации и адаптации, а также с условиями получения их во временное пользование. Все желающие могли посетить спортивный зал, где проходят занятия школы пожилого возраста по направлению «Активное долголетие». Кроме того, гостям были предоставлены бильярды, теннис, а также проведено знакомство с имеющимся в распоряжении центра рядом реабилитационных игр.